Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Мы совсем недавно с вами говорили о том, что Новая Волна в Сочи, вот этот многодневный музыкальный фестиваль, абсолютно, с моей точки зрения, просто недопустим в период проведения операции и во время того, что происходит в Курской области, Белгородской области. Но вдумайтесь на секундочку, только, собственно говоря, солдат сопредельного государства на нашей территории. При этом в Сочи танцуют, пляшут и поют. Мне кажется, очень странно. Многие из вас написали комментарии, что как это можно было разрешить и как надоели эти артисты. Я разделяю ваше мнение абсолютно. Но мне бы хотелось поговорить о некоторых комментариях, которые, я считаю, абсолютно справедливо оставили люди, обращая нас к нам самим. Мы единое общество, в единстве наша сила, поэтому мне не хочется разделять, говорить, что вот эти люди купили билеты и пришли, а кто-то денежки отправляет на помощь на передовую и так далее. Кто-то вяжет носки, кто-то там плетет сети, кто чем может, помогает. А здесь люди приобретают билеты, приходят окунуться как бы в ту жизнь, которой они жили ранее. Какого они толка, скажем, с точки зрения политических взглядов, я не готов делать выводы, потому что, что за люди пришли? Ну, наверное, они допускают для себя возможность танцевать в такой период времени. Я уже говорил о себе, друзья мои хорошие, у меня просто внутреннее такое состояние, что я постоянно смотрю, что происходит, постоянно отслеживаешь, постоянно смотришь новости. И, естественно, о каких-то гулянках, там, не знаю, праздниках, да просто даже и речи не идет, потому что даже если ты придешь туда, но ты не будешь все равно вовлечен в этот процесс праздника. И хочется просто как-то закрыться, уединиться, или, не знаю, там, в кругу семьи что-то там поговорить. Но ощущение вот этой серьезной ситуации, ты это постоянно чувствуешь, ощущаешь и понимаешь, что, ну, видя вот как танцуют, пляшут, я просто не могу понять, я смотрю на людей, я не могу понять, они в какой стране находятся. Они вообще как себя чувствуют? У них вообще нормально все, нет? Вот. Но, друзья, вы знаете, несколько человек оставили комментарии довольно замечательные, которые позволяют, мне кажется, немножко по-другому посмотреть на эту проблему тоже. Смотрите, друзья, вот люди же пришли, купили билеты, ведь на самом деле, и это часть нашего общества. Это часть нашего общества. Это такие же люди, которые, например, не хотели, чтобы Чичерина выступала в Москве, которая уже много лет живет практически на Донбассе, помогая эмоционально разгрузиться и дает концерты почти каждый день на передовой. Кто может не хотеть, чтобы она спела в Москве? Люди, наверное, которые хотят, чтобы все было как раньше, которые ждуны некоторые, некие ждуны такие, знаете, отъездуны возвращаются, как я говорю. Но вернемся к новой волне. Ведь несколько дней билеты раскуплены. Люди покупают билеты. Вот мы говорим об артистах, о том, кто разрешил проведение этого фестиваля, или о том, кто не запретил. Давайте поговорим о людях. Ведь если бы зритель не пришел, когда есть исполнитель, когда есть фестиваль, когда есть зритель, если бы люди сказали, слушайте, это сейчас не для этого, не для нас, нам это не подойдет. Наверное, фестиваля бы не было. А перед кем приходить красоваться? Перед кем Киркорову петь песню Пугачева «Открывай новую волну»? Перед кем? Нет людей в зале. Но они были, и был полный зал несколько дней подряд. Кто эти люди, которые пришли? Кто эти люди, которые купили билеты? Вот мы с вами вдруг видим, что будет новая волна в нашем городе. Мы решаем, что... Я не говорю, что это только сочница, там многие приезжие. А вот давайте съездим и посмотрим, столько будет исполнителей. Мы покупаем билеты, едем, и что мы чувствуем в этот момент? Праздник? Мы эмоционально разгружаемся, отрешаемся от действительности, тяжелой, сложной? Не знаю. Я бы нет. Возможно, кто-то действительно так. Приехал, и он отдохнул душой, эмоционально разгрузился, и дальше опять, скажем так, отдохнув душой, живет, так сказать, и со стороной рядом. Ну, может такое быть. Человек сходил на концерт, отдохнул, эмоционально разгрузился. Но когда такое огромное количество людей приходит несколько дней подряд, у меня складывается впечатление, что все-таки сейчас эмоционально разгрузиться, вы знаете, можно, почитав книгу. Да в конце концов, можно финансово разгрузиться, если ты хочешь билет купить, 3-5 тысяч рублей, отправь. Сейчас есть фонд, Яна Поплавская, фонд российский, не красный крест, российский, когда Шаман миллион перевел там, общероссийского народного фронта, да много фондов. Сборы постоянно делают люди, известные, которым можно доверять. Эти 3-5 тысяч можно отправить, и разгрузиться финансово, и почувствовать ощущение удовлетворенности. Невероятное, потому что ты помогаешь своей стране, ты помогаешь ребятам, которые там. Вот понимаете, это так же, как шоу в Челябинске, дронов 700. Сегодня вот хотел с утра снимать, вчера ко мне обратились в Челябинске, но не успел, потому что отменили. Отменили, слава богу, что отменили. 700 дронов. Ну, слушайте, еще раз говорю, да, дроны, это только мы сейчас в контексте проводимой операции можем рассматривать, но никак не шоу дронов в Челябинске. Это просто фантастика какая-то. И неважно, откуда деньги, бюджет или не бюджет, сам факт. 700 дронов, шоу дронов, 700 дронов, если у вас без дела есть, отправьте все 700 на передовую, чего делаете. И здесь то же самое. Поэтому, говоря об артистах, говоря о тех, кто не запретил, мы должны, мне кажется, должно так быть, чтобы вот разрешили и говорят, будет концерт Пугачевой, допустим. Допустим. А никого нет. Но мы же с вами понимаем, что есть часть общества, которые придут и будут аплодировать. И на агенты Галкина тоже. Я уверен, если бы он сейчас дал концерт, пришли бы люди, которые бы сидели и аплодировали. Может быть, кто-то побоялся бы идти там, в плане общественного осуждения, еще чего-то. Но многие бы пошли. Вот об этом тоже нужно говорить. И поэтому информационная работа, просветительская работа в плане того, что происходит, почему это происходит, крайне важна. крайне важна. Потому что, еще раз говорю, не было бы ни фестиваля, не нужно было бы его запрещать, если бы просто никто не пришел. Поэтому это дело тоже касается и вот этого вопроса. Вопроса того, кто приходит и зачем приходит. Либо же для них ничего не происходит, либо кто-то, я допускаю, что кто-то приехал эмоционально разгрузиться или пришел. Вот просто на концерт. Да, я на концерт схожу. Просто тяжело на душе. Может, он даже и помогает. Вполне может. У человека свободное 3-5 тысяч рублей. Купил билет, решил отдохнуть. Можно это допустить? Можно. Но когда несколько дней подряд идут люди и музыкальные, я думаю, что человек, который помогает и человек, который правильных понятий, он не пойдет, потому что он понимает, что я не могу просто пойти. Меня это не разгрузит эмоционально. Я не могу смотреть на тех, кто... Я буду думать постоянно о ребятах, которые там об этих кадрах, которые я вижу в телеграм-канале. Как я буду это все смотреть в телеграм-канале? Поэтому этот вопрос тоже очень хороший. Часть нашего общества покупает билеты. Мы когда говорим, там танцуют, пляшут. Там же не только артисты пляшут на сцене. Они хотя бы это делают за деньги. А люди, которые приходят и пляшут в зале и танцуют, увидели, они делают это за свои деньги. Они не зарабатывают, они их тратят, чтобы прийти это сделать. Вот это тоже большой вопрос. И я не говорю, вопрос к нам, кто-то скажет, что я к этому отношусь. Вопрос к нам, как к обществу. Вот что я имел в виду. Друзья, что думаете на себе счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео. Вы знаете, я справедливости ради еще отмечу одно, что такого становится все меньше и людей все меньше. Все-таки единство тех людей, которые понимают, что происходит, оно практически тотально. Но, конечно, есть такие, которых, видимо, пляски допустимы в этот момент. Естественно, мы понимаем их отношение в целом ко всему происходящему. Друзья, в свете блокировок, замедления Ютьюба и так далее, я вас приглашаю на свой основной, уже основной сейчас канал Будда Гришна. Новости в Телеграм. Там недавно вышло видео о политике с разбором геополитической ситуации в целом. Видео о политике выходит там постоянно, которых здесь нет. Новости 24 на 70 в моем комментарии, мои какие-то личные фото и видео. Ссылочка здесь внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Обязательно подписывайтесь, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Ну, а если что-то с Телеграмом случится, там есть ссылка на ВКонтакте, тоже подпишитесь на всякий случай. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok